Здесь можно сидеть и наблюдать за мудистами. Ребят, всем привет. Всем привет. Друзья, мы сегодня приехали в поселок Мещаная. Уединенные места. Давай сейчас зайдем за тот камень и посмотрим, что же там дальше. Ребят, встретили Робинзонов. Так они у нас увидели, сразу начали разбегаться. От трассы Николаевка вы едете прямо-прямо до самого Вилина. Первый съезд по Кольцу, сразу вправо в магазинчик. Банан, хлебушек, сыр плавленый, печенька, йогурты. Почему йогурт? Йогурты по где-то 70. Но мне они нравятся, здесь состав без ешек идет. Более или менее натуральный. Короче, мы голодные не останемся. Как для местных, да? Санаторий Черноморец. Едете прямо, не заворачивая направо. Нас пропускают. Выезжаем на грунтовочку. Все, паркуемся. Вышли на рыночек в Песчаном. Ну, собственно, продается здесь все, наверное, все, что можно продавать на море. Можете и покушать, и попить. Такое турецкое кофе. И мы сразу выходим на пляж. Можете, кстати, после пляжа прийти вот сюда на детскую площадку в тенечек и погулять с детками. Был шторм сильный. Водоросли прям повыкидывало из запаха. Прямо этих водорослей прям такой стойкий. А какую цену шезлон? 150 рублей. Это на весь день, да? Да. Это с утра надо брать. С утра надо приходить. Да, до 6 часов. А что так водоросли повыкидывало? А шторм был. Да, сегодня. Это вчера, да? Водоросли. Говорят, затвердели. Можно ходить прям как по песку. Это не опасно. Спасатели рекомендуют. Песок с галькой. Перемешечку. Здесь пирс. А это втекает река сюда, друзья. Река называется Альма, да, если не ошибаюсь? Да, Альма, да, называется. А мечта. Это вот речка, которая закупалась. Вот она. Все, как и везде, рассказывается, что запрещено, что не запрещено. Можно туда пройти, узнать, от горки столько стоит. Горки узнать, что поднялся. Что вот это? Здесь сколько есть? Это частная территория. А, да? Да, это частная территория. Отеля. А, все, мы поняли. Ну вот сейчас к вам подойдут люди и вам расскажут. А, да. Здравствуйте. Здравствуйте, что вы? Мы хотели просто узнать за горки, как бы. Не, нельзя туда. Это санаторий, это наоборство. Вот туда не заходите? Да, вообще в магазине. Да, все понятно. В арендное соглашение о пляже мы будем походить документы. Да, все понятно. Нет, нам не надо, мы просто как бы не подлетели и не поинтересовались. Нет, как бы, бей-бей. Море здесь не такое, как на Крымских Мальдивах, на Беляусе. Мутновато, чтобы здесь с маской не понырять. Но, думаю, если на глубину заплыть, море будет чище. По Поповке море намного прозрачнее. Прям на очень много прозрачнее. Холодное течение принеслось сюда. Мне так нравится. Да, да, так, стой. Аня, смотри за Лене. А? Смотри за Лене. Пляжа пансионата Черноморец находится вот такой вот мыс. Все живописное. Такие скалы. Знаете, есть как сырная скала. Похожие такие вот лежат пласты. Но, друзья, я вам скажу, там очень опасно. Вот вроде как, да, искушая там тенечек, такая бухта, такой песчано-галечный пляж. Но на самом деле очень опасно находиться вот под этими обрывами. Потому что были случаи, когда людей просто заваливало. Пойдемте, друзья, дальше. Посмотрим, что там. Как будто папоротник такой свисает. Вау. Смотрите. Я вот так. Когда сильные дожди, вообще тоже лучше не находиться. Потому что это все может обвалиться. Это очень опасно. Даже вот мы сейчас ходим, друзья, но никогда не знаешь, когда вот это вот все рухнет и в каком количестве. Как будто бы яйцо или не знаю. Это камень, да? Это пенза, да? Камень. Смотри, да? Интересно. Ну да. Это яйцо. Яйцо, яйцо. Друзья, вот очень интересно, а что там дальше? Вот постоянно что-то новое. Что-то новое-новое открывается. Постоянно какие-то новые бухточки. Вот прошли одну бухточку, вторую бухточку. Они небольшие, они маленькие, но они такие, знаете, уединенные места. Вот давайте сейчас зайдем за тот камень и посмотрим, что же там дальше. Китает себе первое открывателем. Особенно, когда нет никого, да? Ну да. Вот и здесь первое. Потом раз смотришь, мусор какой-то валяется. Да, точно. Не, ну я тебе скажу, здесь чистенько. Ну да. Ну здесь уже ничего не валяется. Ну да, там в начале было. Я не боюсь. Напоминаю, мы здесь первый раз. Первый-первый раз с вами вот здесь. Сейчас ходим в первооткрыватели. Посмотрите, мы нашли еще одну бухту. Ребят, вот еще одна бухточка открывается перед вами. Еще одна бухта, спрятанная от всех. Если есть возможность, всегда пройдитесь, посмотрите. Вот такие вот бухты бывают спрятаны от глаз туристов. И только избранные туристы, которые очень-очень любопытные, всегда найдут вот такие вот прикольные живописные места, где можно, я вам скажу, даже отдыхать, ну, диста, наверное, ну, блин, без ничего вот так вот прям. Никто вас здесь даже не увидит. Клево, конечно, здесь очень клево. Единственное, стремновато, блин, под такими глиняными скалами отдыхать. Ну, не очень, конечно. Мы только что с сестрой Аней достали огромные булыжники. Я сначала ногой почувствовал, что это, достаю, а это булыжник. Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, встретили Робинзонов. Так они у нас увидели, сразу начали разбегаться. Кто-то пошел поверх скалы, кто-то бежал вперед. Застеснялись, что ли. Вот в таких местах снимают фильмы о необитаемом острове. Я думаю, сейчас мы с вами сходим до того обрывчика. Чем-то похоже на западное побережье Крыма. Вот, начиная от Бакальской косы. Там, собственно, вот такие вот места. Там, где Северная 1, Северная 2. Ну, чем-то прямо, ну, очень похоже. Тоже такие же обрывы. Есть глина, ну, есть и скалы. Там море очень чистое. Прям чистейшее. Вы прям видите дно. Как там плавают рыбки, водоросли такие разноцветные. Здесь, конечно же, море зеленцой такое отдает. Сколько раз я сюда не заныривал. Ну, вообще не видно. Здесь с маской, конечно, нырять не очень хорошо. Ну, мутняк. Ребят, ну, я думаю, там уже смотреть нечего. Собственно, самое интересное, это у самой вершины этого мыса. Вот этого. Ну, вот. Ну, а там дальше уже все идет на спуск. Совсем не то, что мы хотим ожидать. Красотища неописуемая. Что, пойдем? Да, пойдем обратно. Пойдем. Ребят, посмотрите, как здесь классно. Здесь, кстати, можете загорать дикарями. Как вот делает эта девушка. Топлиц. Вот. А здесь офигенно. Здесь вот растет лох серебристый. Такое вот дерево. Склоняется прямо над водой. И такое, знаете, дикое местечко. Вот. Ну, собственно, очень прикольно. Ну, мне нравится. Конечно, здесь можно уединиться. Прям, смотрите, такая бухточка. Башка, она должна облудить дерево. А, ну, как ты. А, ну, как ты. Вот. Я сейчас залазил на дерево. А, ну, смотри, как я привыкла. здесь можно сидеть и наблюдать прикольно здесь постоянно когда мы ищем для вас и дикие места мы постоянно встречаем нудистов что у меня мужской инстинкт посмотрите с одной стороны купаются дети в этой реке а с другой стороны ловят рыбку дети отсюда гонят рыбу туда и там идет обалденный клев лягушки плескаются лягушки плескаются нет но ряд то нет чтобы здесь канализация хотя кто его знает он видишь вода он к это льется может это от реки льется даже не можно и встретили местных местных аборигенов вот они вот здесь вот здесь рвут сливу а вот там вот дальше ее продают туристам 200 рублей килограмм все же столько машин наехала к вечеру ну да когда мы приезжали из такого не было конечно людей очень много приехал вот и наверно уже к концу не концу рабочего дня на выходные люди уже приехали отдыхать а